80 лет ответственной и важной опасной работы в небе. Этот день для 8-й авиадивизии особого назначения особый. Она празднует юбилей. В честь важной даты на аэродроме Чкаловский проходит торжественное мероприятие. Основная задача чкаловских летчиков – обеспечивать деятельность Министерства обороны. Они перевозят военные делегации, высший командный состав, выполняют другие важнейшие задачи в интересах государства. Начало богатой истории и боевого пути авиадивизии уходит даже не в 42-й год, а в далекий 1927-й, когда в Москве на центральном аэродроме ВВС было сформировано отдельное авиационное звено особого назначения. Начало выполнения специальных заданий было положено в сентябре 1928 года, когда летчики выполнили задачу по перевозке наркома обороны Климента Ворошилова. Сформирована дивизия была 6 октября 1942 года. На центральном аэродроме имени Фрунзе в Москве эта дата и считается ее основанием. Весь путь от начала по сей день представлен в музее на аэродроме Чкаловский, где, к слову, дивизия базируется с 1960 года. За 80 лет дивизия не раз преобразовывалась, но неизменным было и остается выполнение особых задач. Она выполняет особые, очень важные задачи. Не только в интересах Министерства обороны, но и в интересах всей страны нашей. И не случайно в 1942 году Сталин, несмотря на то, что война и прочее, а он принял решение создать это подразделение, которое было необходимо. В течение долгих лет дивизия находится в режиме постоянной боевой готовности и выполняет свои задачи в любых ситуациях. Поэтому самой большой ценностью были и остаются люди, которые здесь служат. Военнослужащие стоят на защите нашей Родины, служат Отечеству верой и правдой. Эти люди – настоящая гордость Челковской земли. Эта работа, авиационная работа, она складывается из маленьких винтиков, из техников, из связистов, из наземных специалистов, из тех людей, которые готовят авиационную технику, которые ее знают досконально, которые готовы в любой момент выполнить свою работу, тяжелую, трудную. Ну а летчики, уже получив эту технику, готовы выполнить задачу в любой точке мира. На торжественной церемонии многие военнослужащие получили награды за многолетнюю добросовестную службу. По традиции состоялся парад, красиво держа строй, авиаторы маршем прошагали по аэродрому под торжественные звуки оркестра. Славные традиции продолжаются на нашем Чекаловском аэродроме. Восьмая дивизия особого назначения, она одна из тех дивизий, где работают чисто профессионалы. Они выполняют боевые задания, постоянно боевые задания, и днем, и ночью. А наш городской округ Щелково пропитан духом военных летчиков. Даже микрорайон Чекаловский, возьмите, там каждая улица, каждый дом носит название какого-то героя-летчика. Подарком для всех собравшихся на аэродроме стало выступление авиационной группы высшего пилотажа. В небе появились знаменитые на весь мир стрижи на своих сверхманевренных МиГ-29. У Чекаловских летчиков ко всей технике особое отношение. Ее здесь берегут. Сегодня в составе 15 типов летательных аппаратов. Именно их Щелковцы часто наблюдают в небе. Здесь и мощный Ил-76, и знаменитый Ту-154, и десятки других самолетов и винтокрылых машин. Вот она, сила авиации. О ней, о службе, о важной и опасной работе авиаторов и всех людей, которые ежедневно выполняют свой долг, служат России, творчеством рассказали артисты. Музыканты авиадивизии и знаменитый ансамбль Александрова исполнили песни военных лет, а также патриотические композиции. Завершил юбилейный концерт Вадим Самойлов, основатель и лидер известной рок-группы Агата Кристи. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.